Эпоха увольнения от войн Негодяев принадлежал к школе так называемых птенцов, которым было решительно все равно что не насаждать. Поэтому действительная причина его увольнения заключалась едва ли не в том, что он был когда-то в Гатчине и стопяком, и следовательно до некоторой степени представлял собой гатчинское демократическое начало. Сверх того, начальство по-видимому убедилось, что войны за просвещение, обратившиеся потом в войны против просвещения, уже настолько изнурили глупо, что почувствовалась потребность на некоторое время его вообще от воина-свободителей. Что предположение о конституциях представляло не более как слух, лишенный твердого основания. Это доказывается, во-первых, новейшими исследованиями по всему предмету, а во-вторых, тем, что на место Негодяева городоначальником был назначен Черкашинин Миколадзе, который о конституциях едва ли имел понятие более ясное, нежели Негодяев. Конечно, невозможно отрицать, что попытки конституционного свойства существовали. Но, как кажется, эти попытки ограничивались тем, что квартальные настолько усовершенствовали свои манеры, что не всякого прохожего хватали за воротни. Это единственная конституция, которая предполагалась возможную при тогдашнем владельческом состоянии общества. Прежде всего, необходимо было приучить народ к учтивому обращению и потом уже, смягчив его нравы, давать ему настоящие якобы права. С точки зрения теоретической, такой взгляд, конечно, совершенно верит. Но, с другой стороны, не меньшего вероятия заслуживает и то соображение, что как не привлекательна теория учтивого обращения, но взята изолированно, она немало не гарантирует нитье внезапного вторжения теории обращения неучтивого. Как это и доказано впоследствии появления на арене истории такой личности, как майор Буглиум Бурчеев. И, следовательно, если мы действительно желаем утвердить учтивое обращение на прочном основании, то все-таки прежде всего должны снабдить людей настоящими якобы правами. А это, в свою очередь, доказывает, как шапки теории вообще и как мудро поступают те военачальники, которые относятся к ним с недоверчивостью. Новый градоначальник понял это и потому поставил себе задачу привлекать сердца исключительно посредством изящных манер. Будучи в военном чине, он не обращал внимания на форму, а о дисциплине отзывался даже скотчем. Ходил всегда в расстегнутом сюртуке, из-под которого заманчивают няноснежные белизны, петельная жилетка и отложные воротнички. Охотно подавал подчиненным левую руку, охотно улыбался и не только не позволял себе ничего утверждать слишком резко, но даже любил при догладах употреблять выражение вроде «И так вы изволили сказать» или «Я имел уже честь доложить вам» и так далее. Только однажды, выведенный из терпения продолжительным противодействием своего помощника, он позволил себе сказать «Я уже имел честь подтверждать в тебе курицыну сыну», но тут же спохватился и произвел его в следующий чин. Страстный по природе, он с увлечением предавался тамскому обществу и в этой страсти нашел себе преждевременную гибель. В оставленном им сочинении о благовидной господ-градоначальниках наружности, он довольно подробно изложил свои взгляды на этот предмет, но, как кажется, не вполне искренно связал свои успехи у глуповских дам с какими-то политическими и дипломатическими целями. Вероятнее всего, ему было совестно, что он, как Антоний в Египте, ведет исключительно изнеженную жизнь, и потому он захотел уверить потомству, что иногда и самая изнеженность может иметь смысл административно-полицейский. Догадка это подтверждается еще и тем, что из рассказа летописца вовсе не видно, чтобы во время его прадоначальствования производились частые аресты, или чтобы кто-нибудь был нещадно бит, без чего, конечно, невозможно было бы обойтись, если бы амурная деятельность его действительно была направлена к ограждению общественной безопасности. Поэтому почти, наверное, можно утверждать, что он любил амуры для амуров и был ценителем женских оттуров просто без всяких политических целей. Выдумал же эти последние лишь для ограждения себя перед начальством, которое, несмотря на свой несомненный либерализм, все-таки не упускало от времени до времени спрашивать, не пора ли начать войну. Он же, говорит по этому поводу летописец, пожалеющий сиротские слезы, всегда отвечал мне время, ибо не готовы еще собираемые известным мне способом для сего материалы, и не собрав таковых умрэ. Как бы то ни было, но назначение Миколадзе было для глуповцев явлением в высшей степени отрады. Предместник его, капитан-негодяй, хотя и не обладал так называемым сущим слонравием, но считал себя человеком убеждения. Летописец везде вместо слова убеждения ставит слово «но». И в этом качестве постоянно испытывал достаточный глуповцы твердых бедствий. Результатом такой усиленной административной деятельности было то, что к концу его предназначенчества глупов представлял беспорядочную кучу почерневших и обеджавших эст, среди которых лишь съездив дом гордо высел к небесам свою каланчу. Не было ни еды настоящей, ни одежи изрядной. Глуповцы перестали стыдиться, обросли шерстью и сосали лапы. «Но как вы таким манером жить можете?» спросил у обывателя изумленный Миколандзе. «Так и живем, что настоящей жизни не имеем!» отвечали глуповцы, и при этом не то засмеялись, не то заплакали. «Понятно, что ввиду такого нравственного расстройства главная забота нового предназначальника была наградана к тому, чтобы прежде всего снять с глуповцев испуг. И надо сказать правду, что антистовы в этом случае довольно искусно предприняли целый ряд последовательных мер, которые исключительно вводились в помянутые души циклы, несущность которых может быть формулирована следующим образом. Первое. Развещение и сопряжение с лбу в экзекуции временно прекратить. И второе. Законов не издавать. Результаты были получены с первого же раза изумительных. Не прошло месяца, как уже шерсть, которую обросли глуповцы, вылетела всякая застатка, и глуповцы начали стыдиться ноготы. Спустя еще один месяц они перестали сосать лапу, а через полгода в глупове после многих лет безмолвия состоялся первый хоровод, на котором лично присутствовал сам градоначальник и подчевал женский пол печатными пряниками. Такими-то мирными подвигами ознаменовал себя Чаркашинин Миколадзе. Как и всякое выражение истинно плодотворной деятельности, управление его не было ни громко, ни блестяще, не отличалось ни внешними завоеваниями, ни внутренними потрясениями, но оно отвечало потребностям минуты и сложнее достигало техновых целей, которые не были виноваты. Видимых фактов было мало, но следствия бесчисленны. Мудрые мира сего, восклицает по этому поводу летописец, прилежно о сем помыслите, и да не смущаются сердца ваши при взгляде на Шелепа и иные обуви, только по высокому уменению важны, якобы сила и свет просвещения замыкаются. Всем этим причинам издатель настоящей истории находит совершенно естественным, что летописец, описывая административную деятельность Миколадзе, не очень-то щедро на подробности. Градоначальник этот важен не столько как прямой деятель, сколько как первый зачинатель на том мирном пути, по которому чемпиологи послали в спецривизации. Благотворность в его действии была неуловима, ибо такие мероприятия, как рукопожатие, ласковой улыбкой, вообще кроткое обращение чувствуются лишь непосредственно и не оставляют ярких и видимых следов в истории. Они не производят перевороты ни в экономическом, ни в умственном положении страны, но ежели вы сравните эти административные проявления с такими, например, как обозвание управляемых курицыными детьми или беспрерывное их сечение, то должны будете сознаться, что разница тут огромная. Многие, рассматривая деятельность Миколадзе, находят ее не во всех отношениях безупречные. Говорят, например, что он не имел никакого права прекращать просвещение. Это так. Но с другой стороны, если с просвещением фаталистически запряжены экзекуции, то не требует ли благоразумия, чтобы даже и в таком очевидно полезном деле допускались краткие часы для отдохновения. И еще говорят, что Миколадзе не имел права не издавать законы. И это, конечно, справедливо. Но с другой стороны, не видим ли мы, что народы самые образованные наипаче почитают себя счастливыми в воскресные и праздничные дни, то есть тогда, когда начальники мнят себя от писания законов свободными. Пренебречь этими указаниями опыты едва любозгласны. Пускай рассказ летописца страдает недостатком ярких и осязательных фактов, это не должно мешать нам признать, что Миколадзе был первый в ряду глуповских градоначальников, который установил драгоценнейший из всех административных прецедентов. Прецедент кроткого и бесскверного словословия. Положен, что прецедент этот не представлял ничего особенно твердого. Положен, что в дальнейшем своем развитии он подвергался многим случайностям более или менее жестоким. Но нельзя отрицать, что, будучи однажды введен, он уже никогда не умирал совершенно, а время от времени даже довольно вразумительно напоминал о своем существовании. Уже ли же этого мало? Одну имел слабость этот достойный правитель. Это какое-то неудержимое, почти горячечное стремление к женскому полу. Летописец довольно подробно останавливается на этой особенности своего героя, но замечательно, что в рассказе его не видится ни горечи, ни озлобления. Один только раз он выражается так. Много было от него порчи женам и девам глуповским. И этим как будто дает понять, что и по его мнению все-таки было бы лучше, если бы порчи не было. Но прямого не выдавали, нигде и ни в чем не выказывается. Впрочем, мы не последуем за летописцем в изображении этой слабости, так как желающие познакомиться с нею могут вычеркнуть все нужное из прилагаемого сочинения о благовидной градоначальниках наружности, написанного самим высокопоставленным автором. Справедливость требует, однако, сказать, что в сочинении этом пропущено одно довольно крупное обстоятельство, о котором упоминается в летописи. А именно, однажды Миколадзе забрался ночью к жене местного казначея, но едва успел отрешить Саатус, так называет летописец-мундир, как был застегнут врасплох ревниться мужем. Произошла баталья, во время которой Миколадзе не столько сражался, сколько был сражаем, но так как он след затем умылся, то, разумеется, следов от бесчестий не осталось никаких. Кажется, это была единственная неудача, которую он потерпел в этом роде, и потому понятно, что он не упомянул об ней в своем сочинении. Это была такая нестожная подробность в громадной серии многотрудных его подвигов по сей части, что не вызвало в нем даже потребности в стратегических соображениях, могущих обеспечить его походы на будущее время. Миколадзе умер в 1806 году от истощения сил. Когда почва была достаточно взрыхлена и попрощения и народ отдохнул от просвещения, тогда сама собой стала на очередь потребность в законодательстве. Ответом на эту потребность явился статский советник дядя Лак Перинархович Пенеголинский, друг и товарищ Спиранского по семинарии. В самой ранней юности Пенеголинский чувствовал непреабаримую наклонность к законодательству. Сидя на скамьях семинарии, он уже начертал несколько загонов, между которыми наиболее замечательные следующие. Всякий человек да имеет сердце незакрушенно, всякая душа да трепещет, и всякий сверчок да познает соответствующее звание его шесток. Но чем более рос высокодоровитый юноша, тем непреабаримее делалась врожденная в нем страсть. Что из него должен во всяком случае образоваться законодатель, в этом никто не сомневался. Вопрос заключался только в том, какого сорта выйдет этот законодатель, то есть напомнит ли он собой глубокомыслие и административную прозорливость прикурга, или просто будет тверд, как дракон. Он сам чувствовал всю важность этого вопроса, и в письме к известному другу, не скрывается ли под этим именем Спиранский, следующим образом описывает свои колебания по этому случаю. Сижу я, пишет он, в унылом моем уединении и всеминутно о том мысль, какие законы к употреблению наиболее благопотребны суть. Есть законы мудрые, которые, хотя человеческое счастье устрояют, таковы, например, законы о повсеместном всех людей продовольствовании, но по обстоятельствам не всегда бывают полезными. Есть законы не мудрые, которые ничьего счастья не устрояют, по обстоятельствам бывают однако же благопотребны. Блять, телефон-то просил призывок. к чему не привожу, сам знаешь. И есть, наконец, законы средние, не очень мудрые, но и не весьма не мудрые, такие, которые, не будучи ни полезными, ни бесполезными, бывают однако благопотребны смысленные лучшего человеческой жизненаполнения. самустроения другие для того, чтобы законодатели не космели в праздности и так далее. Таким образом, когда Беневолинский прибыл в Глупов, взгляд его на законодательство уж установился и установился именно в том смысле, который всего более удовлетворял потребностям минуты. Стало быть, благополучие глуповцев, начатое Черкашининым Миколадзе, не только не нарушилось, но получило лишь пущие утверждения. Глупову именно нужен был сумрак законов, то есть такие законы, которые, используя, занимая досуги законодателей никакого внутреннего касательства до посторонних лиц иметь не могут. Иногда подобные законы называются даже мудрыми, и по мнению людей компетентных в этом названии нет ничего ни преувеличенного, ни незаслуженного. Но тут встретилось непредвиденное обстоятельство. Едва Беневолинский приступил к изданию первого закона, как оказалось, что он, как простой градоначальник, не имеет даже права издавать собственные законы. Когда секретарь доложил об этом Беневолинскому, он сначала не поверил к нему. Стали рыться в сенатских указах, но, хотя перешарили весь архив, а такого указа, который уполномачивал бы Бородаткиных, Двоекуровых, Великановых, Беневолинских и тому подобных издавать собственного измышления закона не оказалось. Без закона все, что угодно можно, говорил секретарь, только вот законом писать нельзя. Странно молвил Беневолинский и в ту же минуту отписал по начальству о встреченном им затруднении. «Прибыл я в город глупо вписал и хотя увидел жителей предместником моим втучное состояние приведенных, но в законах встретил столь великое оскудение, что обыватели даже различия никакого между законом и естеством не полагают и так без явного светильника в притемные ночи бродят. Всей крайности спрашиваю я себя, ежели кому избродяк случится оступиться или в пропасть впасть, что их от такового падения остережет. Хотя же в российской державе законами изобильно, но все таковые по разным делам разбрелись и даже весьма уповательно, что большая их часть в бывшие пожары сгорела. И того ради существенная видится в том нужда, дабы можно было мне, я как градоначальнику, издавать для скорости собственного моего умысла законы хотя бы даже не первого сорта, о сем и помыслить не смею, но второго или третьего всей мысли еще более меня утверждает то, что город глух по самому и тоже второзаконие, для которые нет даже надобности в законах отяготительных по моему одно и то же в ожидании же милости вывода в под и и и так далее ответ на это представление последовал скоро на представление писалось и неволенскому о считании города глупого областью второзакония предлагается на рассуждение мажь следующее первое ежели таковых областей в коих градоначальники станут второго сорта закона сочинять и явится изрядное количество то не произойдет от всего некоторого для архитектуры российской державы повреждения и второе ежели будет предоставлено градоначальникам яко градоначальникам второго сорта закона сочинять да не придется ли потом и соцким яко соцким таковые же законы издавать предоставить и какого те законы будут сорта меня воленский понял что запрос этот заключает в себе косменно отказ и обмечалился этим глубоко современники объясняют это огорчение тем будто по его души уже коснулся яд единовластия но это едва не так когда человек и без законов имеет возможность сделать все что угодно то странно подозревать его в чистолюбии за такое действие которое не только не распространяет но именно ограничивает эту возможность ибо закон каков бы он ни был даже такой как например всякий дояс или вся душа дотрепещет все таки имеет ограничивающую силу которая никогда чистолюбцем не по душе очевидно стало быть что Беневолинский был не столько чистолюбец сколько добросердечный доктринер которому казалось предосудительным даже утереть себе нос если в законах не формулировано ясно что всякий имеющий надобность утереть свой нос то утрет как бы то ни было но Беневолинский настолько огорчился отказом что удалился в дом купчихи распоповой который уважал за искусство печь пироги с начинкой и чтобы дать исход пожиравшей его жажде умственной деятельности с упоением предался сочинению проповедей целый месяц во всех городских церквах читали попы эти мастерские проповеди и целый месяц вздыхали глуповцы слушая их так чувствительно они были написаны сам градоначальник учил попов как произносить их проповедник говорил обязан иметь сердце сокрушенно и следственно главу слегка наклоненную на бок глаз неланительный но томный как бы воздыхающий руками не неистовствовать но утвердить первоначально правую руку близ сердца всего истинного источника всякого вздыхания постепенно оную отодвигать в пространство а потом вспять к тому же источнику обращать в патетических местах не выкрикивать и ненужных слов от себя не сочинять но токма воздыхать громчая вдруг а глуповцы между тем тучнили все больше и больше и беневолинский не только не огорчался этим но радовался ни разу не пришло ему на мысль а что как бы сим благополучным людям да кровь пустить напротив того наблюдая из окон дома раскопывая как обыватели бродят переваливаясь по улицам он даже задавал себе вопрос не потому ли люди в Сирии благополучны что никакого сорта закона не тревожит их однако ж последнее предположение было слишком горько чтобы мысли вуспокоилась на нем едва отрывал он взоры отвлекающих глупоцов как тоска по законодательству снова обладевала им я даже изобразить сегодня в состоянии почтеннейшая моя Марка Терентьева обращался он к Куптике Ростоповой что бы я такое наделал и как были бы сие люди против нынешнего благополучнее если мне хотя по одному закону в день издавать предоставлено было наконец он не выдержал в одну темную ночь когда не только будышники но и собаки спали он вышел крадучись на улицу и во множестве разбросал листочки на которых был написан первосочиненный для глупого закон и хотя он понимал что этот путь распубликования закона письма предосудители но долго сдерживаемая страсть к законодательству так громко выпияла об удовлетворении что перед голосом ее умолвли даже доводы благоразумия закон был видимо написан в торопяк а потому отличался необыкновенную краткостью на другой день идя на базар глуповцы поднили с полубумажки и прочитали следующее закон первый всякий человек да опасно ходит откупщик же да принесет дары и только но смысл закона был ясен и откупщик на другой же день явился городоначальнику произошло объяснение откупщик доказывал что он и прежде был готов по мере возможности и невожен скижи возражал что он в прежнем неопределенном положении оставаться не может что такое выражение как мера возможности ничего не говорит ни уму ни сердцу и что ясен только закон остановились на трех тысячах рублей в год и постановили считать эту цифру законную до тех пор однако пока обстоятельства перемены законом не сделают рассказав этот случай летописец спрашивает себя была ли польза от такого закона и отвечает на этот вопрос утвердительно напоминанием об опасном хождении говорит он жители города глупого немало подревоженной неба ибо и до того по самой своей природе великую к таковому хождению способность имели и повсеминутно гоном упражнялись надкупщик пользу того законения ощутил подлинно ибо когда преемник пеневолинского прыщ вместо обычных трех тысяч потребовал против прежнего вдвое то откупщик придерзостно отвечал не могу ибо по закону более трех тысяч давать не обязываюсь рысь же сказал и мы тот закон переменим и переменил ободренный успехом первого закона пеневолинский начал деятельно приготовляться к изданию второго плоды оказались скорые и на улице города тем же таинственным путем вывелся новый и уже более пространный закон который гласил таком устав о добропорядочном пирогов печенье первое всякий допечет по праздникам пироги не возбраняя себе таковое печенье и в будни второе начинку всякий да употребляет по состоянию тако поймав предер рыбу класть изрубив намелко скотское мясо класть же изрубив капусту тоже класть люди неимущие докладут требуху примечание делать пироги из грязи глины и строительных материалов навсегда возбраняются третье по положении начинки и удобрении оной должным числом масла и лиц класть пирог петь и содержать больным духе доколе не зарумянится четвертое повынуть и не испечить всякий да возьмет в руку нож и вырезав из середины часть да принесет оную в дар пятое исполнивши сие да яст глуповцы тем быстрее поняли смысл этого нового узаконения что они из древней были приучены вырезавый часть своего пирога и переносить в автар хотя же в последнее время при либеральном управлении Миколадзе обычай этот по упущению не исполнялся но они не роптали на его возобновление ибо надеялись что ищетеснее скрипит благожелательные отношения существовавшие между ними и новым градоначальником благополучно да поживает не будет ли это чересчур уж кратко а с другой стороны если пуститься в разъяснение не будет ли чересчур уж обширно и для самих глуповцев обременительно сомнения эти разрешились тем что пеневолинский в виде переходной меры издал устав о свойственном градоначальнику добросердетии который по обширности его помещается в оправдательных документах знать я говорил по этому случаю в обтехе распобовы что истинной конституции документ все в себе еще не заключают но прошу вас моя почтеннейшая принять в соображение что никакое здание хотя бы даже то был куриный хлеб разом не завершается по времени выполним и остальное достолюбезное нам дело а теперь утешимся тем что возложим упование наше на богат тем не менее нет никакого повода сомневаться что Беневолинский рано или поздно привел бы в исполнение свое намерение но в это время над ним уже нависли тучи виною всему был Бонапарт наступил 1811 год и отношения России к Наполеону сделались чрезвычайно натянутыми однако слава этого нового печа божья еще не померкла и даже достигла глупого там между многочисленными его почитательницами замечательно что особенную приверженность к врагу человечества отличался женский пол самый горячий фанатизм выказывала губки Хараспопова уж как мне этого Бонапарта захотелось говаривала она Беневолинскому кажется ничего бы не пожалела только бы глазком на него взглянуть сначала Беневолинский сердился и даже называл речь распоповой дуйами но так как Марфа Терентьевна не унималась а все больше и больше приставала к градоначальнику выльда положь Бонапарта то под конец он и снимок он понял что не исполнить требование дурьи породы невозможно и мало помало пришел даже к тому что не находил в нем ничего предусудительного что же пущай дурьи пород надежится говорил он себя в утешение кого от этого убыток и вот он вступил в секретное сношение с Наполеоном каким образом об этих сношениях было узнано это известно одному Богу но кажется что сам Наполеон разболтал о том князь Куракину во время одного из своих интимных приемов и вот в одно прекрасное утро Глупов был изумлен узнав что им управляет не градоначальника измен и что из губернии едет особенная комиссия ревизовать его измен тут открылось все и то что Пеневолинский тайно призывал Наполеона в глупов и то что он издавал свои собственные законы в оправдание свое он мог сказать только то что никогда глуповцы в столь тучном состоянии не были как при нем но оправдание это не приняли или лучше сказать ответили на него так что правее бы он был если глуповцев совсем в отощание привел лишь бы от издания нелепых своих строчек кое придержисно законами именует воздержаться была теплая лунная ночь когда градоначальническому дому подвезли кипитку и неволинский твердую поступью сошел на крыльцо и хотел было поклониться на все четыре стороны как смущением увидел что на улице никого нет кроме двух жандарлов по обыкновению глуповцы в этом случае удивили мир своей неблагодарности и как только узнали что градоначальнику приходится плохо так тотчас же лишили его своей популярности но как не горька была эта чаша пеневолинский спил ее с бодрым духом внятным и ясным голосом он произнес бездельники и сев кипитку благополучно проследовал в тот край куда Макар телят не гонял так окончил свое административное поприще градоначальник в котором страсть к законодательству находилась в непрерывной борьбе страстью к пирогам изданные им законы в настоящее время впрочем действия не имеют не имею это только в не имею что есть в как как какое что streaming под п Подполковник Прыщ и привез с собой систему администрации еще более упрощенную. Прыщ был уже немолод, но сохранился необыкновенно. Плечистый, сложенный кряжем. Он всей своей фигурой так казалось и говорил. Не смотрите на то, что у меня седые усы. Я могу? Я еще очень могу. Он был румян и мял алые и сочные губы, из-за которых виднялся ряд белых зубов. Походка у него была деятельная и бодрая, жест быстрый. И все это украшалось блестящими штаб-офицерскими балетами, которые так и играли на плечах при малейшем его движении. По принятому обыкновению он сделал рекомендательные визиты городским властям и прочим знатным обоего полуособам. И при этом развил перед ними свою программу. Я человек простой, сговорил он одним. И, если того, сюда приехал, чтобы издавать законы. Моя обязанность наплюсти, чтобы законы были в целости и не валялись по столам. Конечно, и у меня есть план компании, но этот план таков. Отдохнуть. Другим он говорил так. Состояние у меня, благодарение Богу, изрядное. Командовался. Стало быть, не растратило, умножился. Следственно, какие есть насчет этого законы, я знаю. О новых издавать не желаю. Конечно, многие на моем месте понеслись бы в атаку, а может быть, даже устроили бомбардировку. Но я, человек простой, и утешение для себя в атаках не вижусь. Третьим высказывался так. Я не либерал, и либералом никогда не бывал. Действую всегда прямо, и потому даже от законов держусь под залет. В задрудительных случаях приказываю поискать. Но требую одного, чтобы закон был старый. Новых законов не люблю. Многое в них пропускается, а прочим и совсем не упоминается. Так я всегда говорил, так и дозвался. И теперь, когда отправлялся сюда, от новых, говорю, законов увольте. Прочие же, надеюсь, исполнить в точности. Наконец, четвертым он изображал себя в следующих красках. Про себя могу сказать одно. В сражениях не бывал, но в парадах закален даже сверх пропорции. Новых дней не понимаю. Не понимаю даже того, зачем их следует понимать. Этого мало. В первый же праздничный день он собрал генеральную сходку глупотцев и перед нею формальным образом подтвердил свои взгляды на администрацию. Ну, старички, сказал он бывателям, давайте жить мирно. Не трогайте вы меня, а я вас не трону. Сажайте, сейте, ешьте, пейте, заводите фабрики и заводы. Что же-с, все это вам же на пользу-с. По мне даже монументы вы сдвигаете, я и в этом препятствовать не стану. Только с огнем ради Христа осторожнее обращайтесь, потому что тут недолго и до греха. В имущество свои попалите, сами погорите. Что хорошего? Как не избалованы были глуповцы двумя последними гражданчальниками, но либерализм столь беспредельный заставил их призадуматься. Нет ли тут подвоха? Поэтому некоторое время они осматривались, разузнавали, говорили шепотом и вообще опасно ходили. Казалось несколько странным, что гражданчальник не только отказывается от вмешательства в обывательские дела, но даже утверждает, что в этом-то невмешательстве и заключается вся сущность администрации. И законов издавать не будешь, спрашивали они его с недоверчивостью. И законов не буду издавать, живите с Богом. Кто там? Уж ты сделай милость, не издавай. Смотри, как за это прохвосту-то, так они называли Беневолинского, досталось. Стало бы, чекали опять за то же примешься. Как бы и тебе, и нам в ответ не попасть. Но прыщ был совершенно искренен в своих заявлениях и твердо решился следовать по избранному пути. Прекратив все дела, он ходил по гостям, принимал обеды и балы и даже завел в стаю борцых и гонщих собак, с которыми травил на городском выгоне зайцев-лесиц, а однажды запаривал очень хорошенькую вещаточку. Не без иронии отзывался он на своем предместнике, томившемся в то время в заточении. Филат Ильин Архевич говорил, больше на бумаге сулил, что обыватели при нем якобы благополучно в домах своих почивать будут, а я на практике это самое предоставлю, да-с. И точно, несмотря на то, что первые шаги прыща были встречны глупцами с недоверием, они не успели оглянуться, как всего у них очутилось против прежнего вдвое и втрое. Пчела родилась необыкновенно, так что меду и воску было отправлено в Византию почти столько же, сколько при великом князь Алии. Хотя скотских падежей не было, но кож оказалось множество. И так как глуповцам за всем тем ловчее было щеголять в лаптях, нежели в сапогах, то и кожу спровадили в Византию полностью и за все получили чистыми ассигнациями. А по велику навоз производить стало всякому больно, то и хлебу родилось столько, что кроме продажи осталось даже на собственное употребление. Не то, что в других городах, скоричью говорит летописец, где железные дороги не успевают перевозить дары земные на продажу назначенные, жители же от бескорницы в отощание приходят. Вглупыми в сию счастливую годину, не тот мой хозяин, но и всякий наймит ел хлеб настоящий, а не в редкость бывали лишь твистый варка. Рыщ смотрел на это благополучие и радовался. Да и нельзя было не радоваться ему, потому что всеобщее изобилие отразилось и на нем. Амбары его ломились от приношений, делаемых в натуре. Сундуки не вмещали серебра и золота, а ассигнации просто валялись по поводу. Так прошел еще год, в течение которого у глуповца всякого добра явилось уже не вдвое или втрое, но в четверо. Но по мере того, как развивалась свобода, нарождался истопным враг ее анализ. С увеличением материального благосостояния приобретался досуг, а с приобретением досуга явилась способность исследовать и испытывать природу вещей. Так бывает всегда. Но глуповцы употребили эту новоявленную у них способность не для того, чтобы упрочить свое благополучие, а для того, чтобы оное подорвать. Неокрепшие в самоуправлении глуповцы начали приписывать это явление посредничеству какой-то неведомой силы. А так как на их языке неведомая сила носила название чертовщины, то и стали думать, что тут не совсем чисто, и что следовательно, участие черта в этом деле не может подлежать сомнению. Стали присматриваться крыщом и нашли в его поведении нечто сомнительное. Рассказывали, например, что однажды кто-то застал его спящим на диване, причем будто бы тело его было кругом обставлено мышеловками. Другие шли далее и утверждали, что крыщ каждую ночь уходит спать на леднии. Все это обнаруживало нечто таинственное. И хотя никто не спросил себя, какое кому дело до того, что градоначальник спит на леднике, а не в обыкновенной спальне, но всякий тревожился. Общие подозрения еще более увеличились, когда заметили, что местный предводитель дворянства с некоторого времени находится в каком-то неестественно возбужденном состоянии. И всякий раз, как встретиться с градоначальником, начинает кружиться и выделывать нелепые телодвижения. Нельзя сказать, чтобы предводитель отличался особенными качествами ума и сердца, но у него был желудок, в котором в могиле исчезали всякие кусочки. Этот невест разы на словах и дарты груды сделался для него источником живейших наслаждений. Каждый день с раннего утра он отправлялся в поход по городу и поднюхивал запахи, вылетавшие забывательских кухонь. В короткое время обоняние его было до такой степени изощрено, что он мог безошибочно угадать составные части самого сложного паша. Уже при первом свидании с градоначальником предводитель почувствовал, что в этом сановнике дарится что-то не совсем обыкновенное, а именно, что от него пахнет трюфелями. Долгое время он боролся с своей догадкой, принимая ее за мечту, воспаленного с ясными припасами воображения. Но чем чаще повторяли свидания, тем мучительнее становились сомнения. Наконец он не выдержал и сообщил о своих подозрениях пихимоводителю двоянской обиде Половинкину. «Пахнет от него!» — говорил он своему изумленному наперснику. «Пахнет!» — «Точно вот в колбасной манке!» «Может быть, имеет трюфельной помадой?» «Голуби себе мажутся!» — усомнился Половинкин. «О, это брат душки!» «После этого каждый поросенок будет тебе в глаза лгать, что он не поросенок, а только поросячьими духами прыскается!» «На первый раз разговор не имел других последствий, но мысль о просече в духах глубоко запала в душ предводителя. Впавшим в гастрономическую тоску, он слонялся по городу словно влюбленный и, завидев где-нибудь прыща, самым нелепым образом облизывался. Однажды, во время какого-то соединенного заседания, имевшего предметом устройства во время масленицы усиленного гастрономического торжества, предводитель, доведенный до иступления острым запахом, распространяемым градоначальником, вне себя вскочил с своего места и крикнул «Уксусу и горчицы!» И затем, припав к градоначальнической голове, стал ее нюхать. Изумление лиц, присутствовавших при этой загадочной сцене, было беспредельно. Странным показалось и то, что градоначальник, хотя и сквозь зубы, но довольно неосторожно сказал «Угадал, граналья!» И потом, спохватившись, с непринужденностью, очевидно, притворную прибавил. «Кажется, наш достойнейший предводитель принял мою голову за фаршированную?» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» «Увы!» Это косвенное признание заключало в себе самую горькую правду. Предводитель упал в обморок и вытерпел горячку. Но ничего не забыл и ничему не научился. Произошло несколько сцен почти неприличных. Предводитель ее лил, кружился и, наконец, зачетившись, однажды с прыщом глаз на глаз, решился. «Усочек» стонал он перед градоначальником, зорко следя за выражением глаз облюбованной им жертвы. При первом же звуке столь определенно формулированной просьбы градоначальник дрогнул. Положение его сразу обрисовалось с той бесповоротной ясностью, при которой всякие соглашения становятся беспорезными. Он робко взглянул на своего обидчика и, встретив его полной решимости взор, вдруг впал в состояние беспредельной тоски. Тем не менее, он все-таки сделал слабую попытку дать отпор. Завязалась борьба, но предводитель вошел уже в ярость и не помнил себя. Глаза его сверкали, брюхо сладостно ныло. Он задыхал, застонал, называл градоначальника дружкой, милкой и другими несвойственными этому саму именами. Лизал его, нюхал, наконец, с неслыханным остервенением бросился предводитель на свою жертву, отрезал ножом ломоть головы и немедленно проглотил. За первым ломтем последовал другой, потом третий, до тех пор, пока не осталось в микрохе. Тогда градоначальник вдруг вскочил и стал обтирать лапками те места своего тела, которые предводитель болил уксусом. Потом он закружился на одном месте и вдруг всем корпусом грохнулся на пол. На другой день глуповцы узнали, что у градоначальника их была фаршированная голова. Но никто не догадался, что благодаря именно этому обстоятельству город был доведен до такого благосостояния, которому подобного не представляли летописи с самого его основания. Поклонение мамоне и покаяние. Человеческая жизнь сновидения, говорят философы-спиритуалисты, и если бы они были вполне логичны, то прибавили бы. И история тоже сновидения. Разумеется, взяты абсолютно оба эти сравнения одинаково нелепы. Однако нельзя не сознаться, что в истории действительно встречаются по местам словно провалы, перед которыми мысль человеческая останавливается не без недоумения. Поток жизни как бы прекращает свое естественное течение и образует водоворот, который кружится на одном месте, и брызжет, и покрывается мутную накипью, сквозь которую невозможно различить неясных типических черт, не даже сколько-нибудь обособившихся явлений. Сбивчивые и неосмысленные события бессвязно следуют одно за другим, и люди, по-видимому, не преследуют никаких других целей, кроме защиты нынешнего дня. Попеременно они то трепещут, то торжествуют, и чем сильнее дает себя чувствовать унижение, тем жестче и мстительнее торжество. Источник, из которого вышла эта тревога, уже замутился. Начало, во имя которых возникла борьба с тушеварис, остается борьба для борьбы, искусство для искусства, изобретающее дыбу, хождение по спицам и так далее. Конечно, тревога эта преимущественно сосредоточивается на поверхности. Однако ж, едва ли возможно утверждать, что и на дне в это время обстоит благополучно. Что происходит в тех слоях пучины, которые следуют непосредственно за верхним слоем и далее до самого дна? Прибывают ли они спокойными или на них производит свое давление тревога, обнаружившаяся в верхнем слое? С полной достоверностью определить это невозможно, так как вообще у нас еще нет привычки переглядываться к тому, что уходит далеко вглубь. Но едва ли мы ошибемся, сказавши, что давление чувствуется и там. Отчасти оно выражается в форме материальных ущербов и утрат, но преимущественно в форме более или менее продолжительной отсрочки общественного развития. И хотя результаты этих утрат с особенной горечью сказываются лишь в последствии, догадываются, что и современники без особенного удовольствия относятся к тем давлениям, которые тяготеют над ними. Одно из таких тяжких исторических эпох вероятно переживал глупов в описываемое летописцем время. Собственная внутренняя жизнь города спряталась на дно. На поверхность же выступили какие-то злостные манации, которые забладели все целая арена истории. Искусственные примеси сверху Донни запутали глупов, и ежели можно сказать, что в общей экономии его существования эта искусственность была не бесполезна, то с не меньшей правдой можно утверждать и то, что люди, живущие под гнетом ее, суть люди не весьма счастливые. Претерпеть Бородавкина для того, чтобы познать пользу употребления некоторых злаков, претерпеть урус кугушки Дебаева, для того, чтобы ознакомиться с настоящей отвагой, как хотите, а такой удел не может быть назван ни истинно нормальным, ни особенно лестным, хотя с другой стороны нельзя отрицать, что некоторые злаки действительно полезны, да и отвага, употребленная в свое время и в своем месте тоже не вредит. При таких условиях невозможно ожидать, чтобы обыватели оказали какие-нибудь подвиги по части благоустройства и благочиния или особенно успели по части наука и искусств. Для них подобные исторические эпохи суть года учения, в течение которых они испытывают себя в одном, в какой мере они могут претерпеть. Такими именно и представляет нам летописец своих сограждан. Из рассказа его видно, что глуповцы беспрекословно подчиняются капризам истории и не представляют никаких данных, по которым можно было бы судить о степени их зрелости в смысле самоуправления, что напротив того они мечутся из стороны в сторону без всякого плана, как бы гонимые безотчетным страхом. Никто не станет отрицать, что эта картина нелестная. Но иною она не может и быть, потому что материалом для нее служит человек, которому с изумительным постоянством толпят голову, и которая, разумеется, не может прийти к другому результату, кроме ошеломления. Историю этих ошеломлений летописец раскрывает перед нами с той безыскусственностью и правдой, которыми всегда отличаются рассказы бытописателей архивариусов. По моему мнению, это все, чего мы имеем право требовать от него. Никакого преднамеренного глумления в рассказе его не замечается. Напротив того, во многих местах заметно даже сочувствие к бедным ошеломляемым. Уже один тот факт, что, несмотря на смертный бой, глуповцы все-таки продолжают жить. Достаточно свидетельствует в пользу их устойчивости и заслуживает серьезного внимания со стороны историка. Не забудем, что летописец преимущественно ведет речь о так называемой черни, которая доселе считает состоящую как бы вне пределов истории. С одной стороны, его умственному взору представляется сила, откравшаяся издалека и успевшая организоваться и окрепнуть, с другой, рассыпавшаяся по углам и всегда застегаемые врасплох людишки и сироты. Возможно ли какое-нибудь сомнение насчет характера отношений, которые имеют возникнуть и сопоставления стихий столь противоположных? Что сила, о которой идет речь, одни не выдуманная, это доказывается тем, что представление об ней даже положило основание целой исторической школе. Представители этой школы совершенно искренне проповедуют, что чем больше уничтожать обывателей, тем благополучнее они будут и тем блестящей будет сама история. Конечно, это мнение не весьма умное, но как доказать это людям, которые настолько в себе уверены, что никаких доказательств не слушают и не принимают? Прежде, нежели начать доказывать, надо бы еще заставить себя выслушать, а как это сделать, когда жалобщик самого себя не умеет достаточно убедить, что его не следует истреблять. Говорил я ему, какой вы, сударь, имеете резон драться, а он, только знай, по зубам щелкает, вот тебе резон, вот тебе резон. Такова единственная ясная формула взаимных отношений, возможная при подобных условиях. Нет резона драться, но нет резона и не драться. В результате беднеется лишь печальная тавтология, в которой оплеуха объясняется оплеухою. Конечно, тавтология это держится на нитке, на одной только нитке, но как оборвать эту нитку, в этом-то весь и вопрос. И вот, само собой, высказывается мнение, не лучше ли возложить упование на будущее. Это мнение тоже не весьма умное, но что же делать, если никаких других мнений еще не выработалось? И вот его-то, по-видимому, держались и глуповцы. Уподобив себя вечным должникам, находящимся во власти вечных кредиторов, они рассудили, что на свете бывают всякие кредиторы, и разумные, и неразумные. Разумный кредитор помогает должнику выйти из стесненных обстоятельств, и в вознаграждение за свою разумность получает свой долг. Неразумный кредитор сажает должника во строк или непрерывно сечет его, и в вознаграждение не получает ничего. Рассудив таким образом, глуповцы стали ждать, не сделаются ли все кредиторы разумными, и ждут до сего дня. Поэтому я не вижу в рассказах летописца ничего такого, что посягало бы на достоинство обывателей города глупого. Это люди, как и все другие, стоят только оговоркою, что природные их свойства обросли массой наносных атомов, за которую почти ничего не видно. Поэтому о действительных свойствах и речи нет, а есть речь только о наносных атомах. Было ли бы лучше, или даже приятнее, если бледописец вместо описания нестройных движений изобразил в глупове идеальное средоточие законности и права. Например, в ту минуту, когда Бородавкин требует повсеместного распространения горчицы, было ли быть для читателей приятнее, если бледописец заставил обывателей не трепетать перед ним, а с успехом доказывать несвоевременность и неуместность его затей. Положа руку на сердце, я утверждаю, что подобное извращение глуповских обычаев было бы не только неполезно, но даже положительно неприятно. и причина тому очень проста. Рассказ летописца в этом виде оказался бы несогласным с истиной. Неожиданное усигновение главы майора Проща не оказало почти никакого влияния на благополучие обывателей. В некоторое время с учетением городоначальников городом управляли квартальные. Который кусок пожирнее. Но даже эти скромные походы не всегда сопровождались для них удачей, потому что обыватели настолько осмелели, что охотно дарили только требухой. Последствием такого благополучия было то, что в течение целого года в Глупове состоялся всего один заговор. Но и то не со стороны обывателей против квартальных, как это обыкновенно бывает, а напротив того, со стороны квартальных против обывателей, чего никогда не бывает. А именно, мучимые голодом, квартальные решились отравить в гостином дворе всех собак, дабы иметь в ночное время беспрепятственный вход в лавки. К счастью, покушение было усмотрено вовремя, и заговор разрешился тем, что самих же заговорщиков лишили на время установленной дачи требухи. После того прибыл в Глупов статский советник Иванов, но оказался столь малого роста, что не мог вмещать ничего пространного. Как нарочно это случилось в ту самую пору, когда страсть к законодательству приняла в нашем отечестве размеры чуть-чуть не опасные. Канцелярии кипели уставами, как никогда не кипели сказочные реки мляком и небом, и как кустам вышел от них не нарушил. Вот это обстоятельство именно и причинило погибель Иванова, рассказ, который, впрочем, существовал обширный сенатский указ, понять, который он не надеялся. Другой вариант утверждает, что Иванов совсем не умер, а был уволен в отставку за то, что голова его, вследствие постепенного присыхания мозгов от ненужности в их употреблении, перешла в зачаточное состояние. После этого он будто бы жил еще долгое время в собственном имении, где удалось ему положить начало целой особи короткоголовых микрокефалов, которые существуют и дотнись. Какой из этих двух вариантов заслуживает большего доверия, решить трудно, но справедливость требует сказать, что атрахирование столь важного органа, как голова, едва ли могло совершиться в такое короткое время. Однако, с другой стороны, не подлежит сомнению, что микрокефалы действительно существуют и что родоначальником их предание называет именно статского советника Иванова. Впрочем, для нас это вопрос второстепенный. Важно же то, что глуповцы во времена Иванова продолжали быть благополучными и что следовать на изъян, которым он обладал, послужил обывателем не вовреда на пользу. В 1815 году приехал на смену Иванову веком Дюжирио, французский выходец. Париж был взят, враг человечества навсегда выдворен на острове Святой Лены. Московские ведомости заявили, что с посрамлением врага задача их кончилась и обещали прекратить свое существование. Но на другой день взяли свое обещание назад и дали другое, которым обязывались прекратить свое существование лишь тогда, когда Париж будет взят вторично. Ликование было общее, а вместе со всеми ликовал и глупов. Вспомнили про купчиху Распопову, как она вместе с Пеневолинским интриговала польза Наполеона. Выволокли ее на улицу и разрешили мальчишкам дразнить. Целый день преследовали маленькие негодяи злосчастную вдову, называли Апанапардовной, антихристовой наложницей и прочее, пока наконец она не пришла в выступление и не начала прорицать. Смысл этих прорицаний объяснился лишь последствии, когда вглупов прибыл Гюмбурчеев и не оставил в городе камня на камне. Дюширио был весен. Во первых его эмигрантскому сердцу было радостно, что Париж взял. Во-вторых, он столько времени настоящим манером не едал, что глуповские пироги с начинкой показались ему райской пищей. наявшись досы, то он потребовал, чтобы ему немедленно указали место, где можно весело проводить время. И был отменно доволен, когда узнал, что в солдатской слободе есть именно такой дом, какого ему желательно. Затем он начал болтать и уже не переставал до тех пор, покуда не был по распоряжению начальства выпровожен из глупого за границу. Но так как он все-таки был сыном 18 века, то в болтовне его нередко прорывался дух исследования, который мог бы дать очень горькие плоды, если бы он не был в значительной степени смягчен духом легкомыслия. Так, например, однажды он начал объяснять глуповцам права человека, но к счастью кончил тем, что объяснил права бурболов. В другой раз он начал с того, что убеждал обывателей уверовать в богиню разума и кончил тем, что просил признать непогрешимость папы. Все это были, однако же, одни пустые разговоры и в сущности веком готов был встать на сторону какого угодно убеждения или догмата, если имел в виду, что за это ему перепадет ближний четвертак. Он веселился без устри, почти ежедневно устроивал маскарады, одевался де-бардером, танцевал кан-кан и в особенности любил интриговать мужчин. в этом нет ничего удивительного, ибо летописец свидетельствует, что этот самый Дюшерио был впоследствии подвергнут исследованию и оказался женщиной. Мастерски пел он гривозные песенки и уверял, что этим песням научил его граф Дертуа впоследствии французский король Карл X во время пребывания в Риге. Ел сначала все, что попало, но когда отъелся, то стал употреблять преимущественно так называемую нечисть, между которой давал предпочтение давленение и лягушкам. Но дел не вершил и в администрацию не вмешивался. Это последнее обстоятельство обещало продлить благополучие глуповцев без конца. Но они сами из не могли под бременем своего счастья. Они забылись, избалованные пятью последовательными градоначальствами, доведенные почти до ожесточения грубую лестью квартальных, они возмечтали, что счастье принадлежит им по праву и что никто не в силах отнять его у них. Победа над Наполеоном еще более утвердила их в этом мнении. Едва ли не в эту самую эпоху сложилась знаменитая пословица «Шапками закидаем», которая впоследствии долгое время служила девизом глуповских подвигов на поле брани. И вот последовал целый ряд прискорбных событий, которые летописец именует бесстыжим глуповским неистовством, но которое гораздо приличнее назвать скоро приходящим глуповским палатством. начали с того, что стали бросать хлеб под стол и креститься неистовым обличителем. Обличения этого времени полны самых горьких указаний на этот печальный факт. Было время, гремели обличители, когда глуповцы древних Платонов и Сократов благочестие поздравляли. Ныне же не только массами Платонами сделались, но даже того горчая, ибо едва ли Платон хлеб божий не в уста на пол металл, как нынешняя некая модная затея то делать повелевай. Но глуповцы не внимали обличителем и с дерзостью говорили, хлеб пущай свиньи едять, а мы свиней съедим, тот же хлеб будет. И дикшериони только не возбранял подобных ответов, но даже видел в них возникновение какого-то духа исследования. Почувствовавши себя на воле, глуповцы с какой-то яростью стремились по той богатости, которая очутилась под их ногами. Сейчас же они вздумали строить башню с таким расчетом, чтобы верхний ее конец непременно упирался в небеса. Перед всем, что напоминало беседе или просто досуг, он останавливался в недоумении. Нельзя сказать, чтобы эти естественные проявления человеческой природы приводили его в негодование. Нет, он просто-напросто не понимал их. Он никогда не бесновался, не закипал, не мстил, не преследовал, а подобно всякой другой бессознательно действующей силе природы, шел вперед, сметая с лица земли все, что не успевало посторониться с дороги. позже? шел святом раз конфликта и спа с лица тв и с лицом в Вне этого района можно было и болтать руками, и громкоговорить, и дышать, и даже ходить, распоязывшись. Он ничего не замечал. Внутри района можно было только маршировать. Есть в них глуповцы, своими именно погерями. Им стоило только встать в несколько стороне и ждать. Но они сообразили это поздно, и в первое время, по примеру всех начальства любимых народов, как нарочно совались ему на глаза. Отсюда бесчисленное множество вольных истязаний, которые словно сетью охватили существование обывателей. Отсюда же далеко не заслуженное название сатаны, которое народная молва присвоила... Заразная установка, Макаревская зарплата. На камеру, как всегда, опустили. Понимаете? Они ничего толком не объясняли, только дрожали. Катеры, когда превышали не на двор. На разбитые перед этими домами были садники. На форменные казакины, в которые однообразно были обмунтированы все жители до одного. И трепетные губы их шептали. Сатана! 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 Нельзя не согласиться! Даже и сии страдания менее мучительны, нежели страдатания сего подлинного изверга, который до того всякое естество в себе победил, что и на сии «Неслыханное истязание», кладным и непонятливым окном зирать может. Каково начало летописного рассказа, и хотя Дария следует перерыв, и летописец уже не возвращается к воспоминанию о картине, но нельзя не догадываться, что воспоминания это брошены здесь недаром. В городском архиве до сих пор сохранится портрет Урина Молчеева. Это мужчина среднего роста, с каким-то деревянным лицом, очевидно никогда не освещавшим с улыбкой. Кусты, остриженные под гребенкою, как смой черные волосы, покрывают конический череп и плотно, где молка, оправдывают гусский богатый лод. Глаза серые, упавшие, осененные нескольких и пухшими веками, взгляд чистый, бескрепенный, нос сухой, спускающийся на лакочник прямого направления внизу. Бухтон, блядный, обушенный подстриженную щитиной усом, челюсти развитые, но без выдающегося выражения плодоядности, а с каким-то необъяснимым веком, готовностью раздробить или перекусить пополам. Вся фигула сухощавая, с узкими плечами, приподнятыми к веку, с искусственно выпеченную вперед грудью и с длинными мускулистыми руками. Одет к военному покрое сундук, застегнутый на всех публицах и держит в правой руке сочиненным бородавкиным кустам и уклонным течением, но по-видимому не читает его, а как бы удивляется, что могут существовать на свете люди, которые даже эту неуклонность считают нужным обеспечивать какими-то устами. Кругом пересаживали стыдно, посреди которых стали посты. В швейх и скоперах написано с Ангарской области. Портрет этот производит впечатление очень тяжело. Перед глазами зрителей восстанет чистейший тип идиотов, принятших какое-то мрачное решение и давшего себе глядку привести его в исполнение. Идиоты вообще очень опасны. И даже не потому, что они непременно злы. В идиоте сплостили доброта совершенно безразличные качества. А потому, что они... Ну что, постоим в пробочке? ...соображениям и всегда идут напролом, как будто дорога, на которой они очутились, принадлежит исключительно им одним. Издали может показаться, что это люди, хотя и суровы, но крепко сложившихся убеждений, которые сознательно стремятся к твердо намеченной цели. Однако же это оптический обман, которым отнюдь не следует увлекаться. Это просто со всех сторон наглупо закупоренные существа, которые его ворят вперед, потому что не в состоянии сознать себя в связи с каким бы то ни было порядком явлением. Обыкновенно против идиотов принимаются известные меры, чтобы они в неразумной стремительности не все опрокидывали, что встречается им на пути. Но меры эти почти всегда касаются только простых идиотов. Когда же придатком к идиотству является властность, то дело ограждения общества значительно усложняется. В этом случае грозящая опасность увеличивается всею суммой неприкрытости, в жертву которой в известные исторические моменты кажется отданной жизнью. Там, где простой идиот расшибает себе голову или наскакивает на рожон, идиот властный раздробляет пополам всевозможные рожны и совершает свои, так сказать, бессознательные злодеяния вполне беспрепятственно. Даже в самой бесплодности или очевидном грехе, на пьяни, Папа идиот властный раздробляет пополам всевозможные рожонки. Я тебе сказал нет, что на лево как-то, что еле переезда. Это комбинат, а там, или это комбинат. Если бы вследствие усиленной идиотской деятельности даже весь мир обратился в пустыню, то и этот результат... Кто знает, быть может пустыня и представляет в его глазах именно ту обстановку, Которая изображает собой идеал человеческого общежития. Вот это-то отверждет, что он расспокоившийся в самом себе идиотство и поражает зрителя в портрете у Грюмбурчей. Конечно, не видно никаких вопросов. А против того, во всех чертах выступает какая-то солдатски невозмутимая уверенность, что все вопросы давно уже решены. Какие это вопросы? Как они решены? Это загадка до того мучительная, что рискуешь перебрать всевозможные вопросы и решения и не напасть именно на те, о которых идет речь. Может быть это решенный вопрос о всеобщем истреблении? А может быть только о том, чтобы все... ...вперед на манер колеса? Ничего не известно. Известно только, что этот... ...и не стало будет приведен в действие. А так как подобное противоестественное приурочение известного к неизвестному запутывает еще более, то последствия такого положения может быть только одно. Всеобщий панический страх. Самый образ жизни у Грюмбурчеева был таков, что еще более срублял ужас наводимый его наружностью. Он спал на голой земле и только в сильные морозы позволял себе укрыться на пожарном сеновале. Вместо подушки клал под голову камень. Вставал с зарею, надевал лиц мундир и... Курил махорку до такой степени волючий, что даже полицейские солдаты и те краснели, когда до обоняния их дыхатель запах идет. Ел лошадиное мясо и свободно пережевывал половьи живы. В заключение, по три часа в сутки маршировал на дворе градоначальнического дома один без товарищей, произнося самому себе командные возгласы и сам себя подвергая дисциплинарным засканиям и даже шпицрутинам. Причем вечевал в себе непритворно, как предшественник его грустилов, а по точному разуму законов прибавляет летописец. Было у него и семейство. Но покуда он градоначальство был, никто из забывателей не видал ни жены, ни детей его. Был слух, что они томились где-то в подвале градоначальнического дома, и что он самолично раз в день через железную решетку подавал им хлеб и воду. И действительно, когда последовало его административное исчезновение, были найдены в подвале какие-то ноги и совершенно дикие существа, которые кусались, визжали, впивались друг в друга когтями и огрызались на окружающих. Их вылили на свежий воздух и дали горячих щей. Сначала, увидев пар, они фыркали и выказывали суеверный страх, но потом облочнели и с такой зверской жадностью набросились на пищу, что тут же объелись и испустили дух. Рассказывали, что возрушением своему грюм Бурчеев обязан был совершенно особенному случаю. Жил будто бы на свете какой-то начальник, который вдруг встревожился мыслью, что никто из подчиненных не любит его. Людям вашество уберяли подчиненные. Все вы так на досуге говорите, настаивал на своем начальнике. Отойди до дела, так никто их пальцем для меня не пожертвует. Мало по-малу, несмотря на протесты, идея до того окрепла в голове в него начальника, что он решился испытать своих подчиненных и кликнул клич. «Кто хочет доказать, что любит меня, — глашал он, — пусть тот отрубит указательный палец в правой руке своей». Никто, однако, на клич не спешил. Одни не выходили вперед, потому что были изнежены и знали, что порубление пальца сопряжено спорью. Другие не выходили по недоразумению, не разобрав вопроса, думали, что начальник опрашивает всем удовольствие, не опасаясь, чтобы их не сочли за бунтовщиков, по обычаю валить с рот и варить радостью, 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 папу. «Кто хочет доказать? Выходи, не бойся, — повторил свой клич ревнивый начальник. А и на этот раз ответом было молчание, и вижу такие крики, которые совсем не исчерпывали вопроса. Лицо начальника сперва побокровело, а потом как-то клюстно поникло. «Сыри!» Но не успел он кончить, как из рядов вышел простой, изнуренный шпиц рутанами прохвуст, и великим голосом бы запил. «Я хочу доказать!» С этим словом, положив палец на перекладину, он тупым десаково раздробил его. Сделавши это, он улыбнулся. Это был единственный случай во всей новоизбиенной его жизни, когда в лице его мелькнуло что-то человеческое. Многие думали, что он совершил этот подвиг только ради освобождения своей спины от мана. А нет, у этого прохвуста созрела своего рода идея. При виде раздробленного пальца, упавшего к ногам его, начальник сначала изумился, но потом пришел к умилению. «Ты меня возлюбил!» Воскрикнул он. «А я тебя возлюблю, старицею!» И послал его глупых. В то время еще ничего не было достоверно известно ни о коммунистах, ни о социалистах, ни о так называемых нивеляторах вообще. Тем не менее, нивеляторство существовало и при том самых обширных размерах. Были нивеляторы хождения в струне, нивеляторы бараньего рога, нивеляторы ежовых рукавиц и прочие, прочие. Но никто не видел в этом ничего угрожающего обществу или подрывающего его основу. Казалось, что ежели человека ради сравнения с верстниками лишают жизни, а хотя лично для него, быть может, изобливого благополучия от всего не произойдет, но для сохранения общественной гармонии это полезно и даже необходимо. Сами нивеляторы отнюдь не подозревали, что они нивеляторы, а называли себя добрыми и благопопечительными устроителями в мере высмотрения, бродяющими о счастье подчиненных и подклассных им лиц. Какова была простота нравов того времени, что мы, свидетели эпохи позднейшей, с трудом можем перенестись даже воображением в те недавние времена, когда каждый эскадронный командир, называя себя коммунистом, вменял себя, однако, в зачесть и обязанность поэтеным от верхнего конца до нижнего. Углён Пурчеев принадлежал к числу самых фанатических нивеляторов этой школы. Очертавши прямую линию, он замыслил втиснуть в неё весь видимый и невидимый мир, и при том, с таким непременным расчётом, чтобы нельзя было повернуться ни взад, ни вперёд, ни направо, ни налево. Предполагал ли он при этом сделаться благодетелем человечества, утвердительно отвечать на этот вопрос другу. Скорее, однако, что можно думать, что в голове его вообще никаких предположений ни о чём не существовало. Лишь позднейшие времена почти на наших глазах мысли зачитания идеи прямолинейности с идеей всеобщего осчастливения была возведена в довольно сложную и неизнятую идеологических уничтожений административную теорию. Но нивеляторы старого закала, подобные Грюм Пурчееву, действовали в простоте души единственное по инстинктивному отвращению от кривой линии и всяких зигзагов и извилин. Грюм Пурчеев был прохвост и полный в смысле этого слова. Не потому только, что он занимался дождь из полку, но прохвост всем своим существом, всеми помыслом. Прямая линия соблазняла его не ради того, что она в то же время есть и кратчайшая. Ему нечего было делать с краткостью, а ради того, чтобы они могли было весь мир маршировать и ни до чего не отомаршироваться. Виртуозность и вленивенности словно ивовый кол засело в его скорбной голове и пустило там целую непроклятную сеть корней разбитвлений. Это был какой-то таинственный лес, преисполненный волшебных знамедений. Таинственные тени гуськом шли одна за другой, застегнутые, выстреженные однообразным шагом в однообразных одеждах все шли, все шли. Все они были стопжены одинаковой лифизиономией. Все одинаково молчали и все одинаково куда-то исчезали. Куда? Казалось, за этим сонно-фантастическим миром существовал еще более фантастический провал, который разрешал все затруднения тем, что в нем все пропадало. Самый образ жизни у Грюмбурчеева был таков, что еще более усугублял ужас наводимой его наружности. Он спал на голой земле и только в сильные морозы позволял себе укрыться на пожарном сеновале. Вместо подушки клал под голову камень. Вставал с зарею, надевал лиц-мундир и тотчас же бил барабан. Курил махорку до такой степени вонючую, что даже полицейские солдаты и те краснели, когда до обоняния приходил запах ее. Ел лошадиное мясо и свободно пережевывал воловьи жилы. В заключение по три часа в сутки маршировал на дворе градоначальнического дома один без товарищей, произнося самому себе командные возгласы и сам себя подвергая дисциплинарным взысканиям и даже шпицрутинам. Причем бичевал в себя не притворно, как предшественник его грустилов, а по точному разуму законов прибавляет летописец. Было у него и семейство, но пока он градоначальствовал, никто из обывателей не видал ни жены, ни детей его. Был слух, что они домились где-то в подвале градоначальнического дома и что он самолично раз в день через железную решетку подавал им хряп и воду. И действительно, когда последовало его административное исчезновение, были найдены в подвале какие-то ноги и совершенно дикие существа, которые кусались, визжали, впивались друг в друга когтями и огрызались на окружающих. Их вывели на свежий воздух и дали горячих щей. Сначала увидев пар, они фыркали и выказывали суеверный страх, но потом ухлучнели и с такой зверской жадностью набросились на пищу, что тут же объелись и испустили дух. Рассказывали, что возвышением в своем углу Курчеев обязан был совершенно особенному случаю. Жил будто бы на свете какой-то начальник, который вдруг стревожился мыслью, что никто из подчиненных не любит его. Людям варство уберяли подчиненные. Все вы так на досуге говорите, настаивал на своем начальнике. Отойди до дела, так никто и пальцем для меня не пожертвует. Мало по малу, несмотря на протесты, идея до того окрепла в голове в него начальника, что он решился испытать своих подчиненных и кликнул клич. Кто хочет доказать, что любит меня, глашал он, пусть тот отрубит указательный палец правой руки своей. Никто, однако, на клич не спешил. Одни не выходили вперед, потому что были изнежены и знали, что порубление пальца сопряжено спорью. Другие не выходили по недоразумению, не разобрав вопроса, думали, что начальник опрашивает всем ли довольны и опасаясь, чтобы их не сочли за бунтовщиков, по обычаю валясь, рот зевали, рады стараться вашества. Кто хочет доказать? Выходи, не бойся, повторил свой клич ревнивый начальник. Но и на этот раз ответом было молчание, и вижу такие крики, которые совсем не исчерпывали вопроса. Лицо начальника сперва побагровело, потом как-то грустно поникло. свинь, но не успел он помчить, как из рядов вышел простой, изнуренный шпиц ротанами прохвост и великим голосом возобил. Я хочу доказать. С этим словом, положив палец на перекладину, он улыбнулся. Это был единственный случай во всей многоизбиенной его жизни, когда в лице его мелькнуло что-то человеческое. Многие думали, что он совершил этот подвиг только ради освобождения своей спины отпалом. Но нет, у этого прохвоста созрела своего рода идея. При виде раздробленного пальца, упавшего к ногам его, начальник сначала изумился, но потом пришел в умиление. Ты меня возлюбил, воскликнул он, а я тебя возлюблю старицею. И послал его глупов. В то время еще ничего не было достоверно известно ни о коммунистах, ни о социалистах, ни о так называемых нивеляторах вообще. Тем не менее, нивеляторство существовало, и притом самых обширных размеров. Были нивеляторы хождения в струне, нивеляторы бараньего рога, нивеляторы ежовых рукавиц и прочее, прочее. Но никто не видел в этом ничего угрожающего обществу или подрывающего его основы. Казалось, что ежели человека ради сравнения с верстниками лишают жизни, да хотя лично для него быть может особливого благополучия от всего не произойдет, но для сохранения общественной гармонии это полезно и даже необходимо. Сами нивеляторы одни не подозревали, что они нивеляторы, а называли себя добрыми и благопобличительными устроителями в мере усмотрения родеющими счастье подчиненных и под гласных им лиц. Какова была простота нравов того времени, что мы свидетели эпохи позднейшей с трудом можем перенестись до живоображения в те недавние времена, когда каждый эскадронный командир, не называя себя коммунистом, вменял себя однако за честь и обязанность поэтеным от верхнего конца до нижнего. Углём Бурчеев принадлежал к числу самых фанатических нивеляторов этой школы. Очертавши прямую линию, он замыслил втислив ее весь билый билый дешевый мир и придав с таким непременным расчетом, чтобы нельзя было повернуться ни взад, ни вперед, ни направо, ни налево. Предполагал ли он при этом сделаться благодетелем человечества, утвердительно отвечать на этот вопрос трудно. Скорее, однако, можно думать, что в голове его вообще никаких предположений ни о чем не существовало. Лишь позднейшие времена почти на наших глазах мысль о сочетании идеи прямолинейности с идеей всеобщего осчастливления была возведена в довольно сложную и неизнятую идеологических уничтожений административную теорию. Но нивеляторы старого закала, подобные Грюмбурчееву, действовали в простоте души единственно по инстинктивному отвращению от кривой линии и всяких зигзагов и зверинок. У Грюмбурчеев был прохвост в полном смысле этого слова. Не потому только, что он занимал эту должность полку, но прохвост всем своим существом, всеми помыслами. Прямая линия соблазняла его не ради того, что она в то же время есть и кратчайшая. Ему нечего было делать с краткостью, а ради того, что по ней можно было весь бег маршировать и ни до чего не домаршироваться. Виртуозность прямолинейности словно ивовый кол засела в его скорбной голове и пустила там целую непроглядную сеть корней разбитвлений. Это был какой-то таинственный лес, преисполненный волшебных знамедений. Таинственные тени гуськом шли одна за другой, застегнутые, выстриженные однообразным шагом, в однообразных одеждах все шли, все шли. Все они были снабжены одинаковыми физиономиями. Все одинаково молчали и все одинаково куда-то исчезали. Куда? Казалось, за этим сонно фантастическим миром существовал еще более фантастический провал, который разрезал в нем все пропадало. Все без остатка. Когда фантастический провал поглощал достаточное количество фантастических теней, в углю бурчеек, если можно так выразить, перевертывался перевертывался на другой бок и снова начинал другой такой же сон. Опять шли куськом тени одна за другой, одна за другой, все шли, все шли. Еще задолго до прибытия глупых он уже составил в своей голове целый систематический бред, в котором до последней мелочи были регулированы бреды, бреды,